МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортёр 73 представляет информационный выпуск «Каждый день, вечер и утро». Реальность сама складывает картину дня. В студии Екатерины Терещенкова смотрите сегодня в программе. Весна пришла, дороги ушли. Полное отсутствие дорог. Можете посмотреть, что у нас происходит. Это же невозможно. Кошмар на каждой второй улице. Работа над ошибками. Отклонения в нормах поведения у мальчика были замечены ещё в октябре. Затем перед Новым годом, в ноябре, появились записки суицидального характера. 81-я школа могла избежать трагедии. Город доблести на сайте доблести. Мы спрашиваем ту же самую информацию, которую спрашивали наши волонтёры на улицах. Это фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, номер телефона, e-mail, для того, чтобы получать информационную рассылку. И нажать просто одним кликом «Поддержать». Ульяновцев призывают голосовать за малую родину. Пришла весна, ушли дороги. Ежегодно по всей стране на развитие безопасных и качественных дорог вкладываются миллионы рублей. Ульяновск несколько лет подряд приятно удивлял местных автомобилистов и гостей города. Наше асфальтовое покрытие было одним из лучших в Поволжье. Но пришла очередная весна. Достаточно проехать по городу, и о дорогах не надо будет говорить. Или надо. Больше 130 километров дорог собираются ремонтировать в новом дорожно-строительном сезоне. Начали уже с этой недели. Подробности у Павла Петрикова. Ещё недавно от улюбителей мучил вопрос, как завести машину на морозе. И вот уже во многих регионах России чувствуется, весна пришла. И как обычно, есть одно но. На улице теплеет, светлеет, настроение бодреет и веселеет. Снег наконец-то подтаял, и водительскому глазу открывается не самая приятная картина. Колдобины, ямки, трещины на самых неудобных участках дороги. В целом дороги стали лучше. Это заметно, но так далеко не везде. Достаточно проехать по городу несколько километров, и всё становится ясно. Хотя сами дорожники видят проблему иначе. На сегодняшний день проблем пока не существует у нас. Всё устранили. Работают две бригады по правому берегу. Это по промывке и очистке ливневой канализации. Одна бригада по восстановлению ливневой канализации. То есть подъём дождеприёмников, колодцев также, очисткой тоже занимаются. Казалось бы, всё хорошо. Дороги чинятся вовремя, колодцы прочищаются, вода уходит. Но самые главные участники дорожного движения – водители. С трудом подбирают приличные выражения. Ну, если честно, в некоторых местах… Нет, видно, что их делали. Но с малейшим потеплением они утекли. А вот на ваш взгляд, где самые плохие? Самые плохие? Засвияжье. И в железнодорожном районе, ну там где-то во дворах. Полное отсутствие дорог. Можете посмотреть, что у нас происходит. Вот, это же невозможно. Ответственность за содержание дорог. В общем, всё идёт от безнаказанности. От нижних слоёв до верхних эшелонов, так сказать, власти или кто. А где самые плохие вот нужды? Ну, возьмите, проедете по новому городу, проспект Созидателей. Это одна сплошная яма. Перекрыть сотни метров полностью сегодня не берётся никто. Всё. Ремонтировать начали ямочно. Сначала холодным, затем более продвинутым литым асфальтом. Его не мешает влага. При укладке она выпаривается вместе с кипящей смесью. Технология, которая на сегодняшний день применяется в укладке холодного асфальта, она временная технология. Что она подразумевает? Соответственно, проводится как бы обработка ямы, выдавание всего посторонних предметов с ямы. Вода отводится, идёт просушка, обработка обитана бензиновой смесью. И, соответственно, укладка самого асфальта. Весной на дорогах образуется особо много луж. И появляется такой эффект, как автопланирование. Штука эта весьма опасная. На высокой скорости протектор покрышек не успевает отводить воду от колеса. И водная прослойка начисто стирает степление с дорогой. Автомобиль при таком эффекте становится неуправляемым. Ситуацию усугубляют обнажившиеся выбоины и неровности на дорогах. И пока ремонт только начинается, оружием водителей против аварийности должны стать бдительность, соблюдение скоростного режима и ответственность на дорогах. Павел Петриков, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Уволилась по собственному желанию. Директор 81-й школы, в которой прямо во время урока подросток напал на учителя с кухонным ножом, написала заявление об уходе. Тем временем 15-летнему школьнику определили меру пресечения. Два месяца под стражей. ЧП в учебном заведении рождает сегодняшнюю реальность. Кто виноват в инциденте, которого, оказывается, можно было избежать? И есть ли профилактика для подобных случаев? Разбирались на заседании общественной палаты Ульяновской области. Эти кадры, как школьник мчится по коридору, после залетает в раздевалку, спешно надевает куртку и минует турникет, убегает из школы. Еще несколько раз пересмотрит во время служебного расследования, результаты которого удивят всех. Трагедию можно было избежать. Отклонения в нормах поведения у мальчика были замечены еще в октябре. Затем перед Новым годом, в ноябре, тоже появились записки суицидального характера. Затем мальчик был замечен в употреблении спиртных напитков, о чем пришла мама и рассказала об этом в школе. Тревожность и агрессию в поведении подростка отметили еще осенью прошлого года. Но мать ребенка не последовала рекомендациям школьного психолога обратиться к психотерапевту. Без внимания оставили мальчика и директор, и классный руководитель. Школа, какую большую оплошность допустила, нарушение закона, то, что получив эту информацию, она оставила эту информацию у себя. Внутри себя? Внутри себя. Соответственно, она взяла, а именно директора образовательной организации, взяла на себя такую ответственность, что она, возможно, может решить эту ситуацию. Директор уже написал заявление об уходе. Следственная проверка продолжается. На днях Ленинский районный суд арестовал подростка. Заключили на два месяца до 25 апреля 2020 года. Решение суда мама школьника комментировать отказалась. Я защиту своего ребенка, я сейчас вам хочу комментарии давать. Вот то заявление, которое вы еще. И когда я сама захочу, я сама все расскажу. Тихий, прилежный, общительный мальчик так характеризуют его одноклассники. Но результаты служебного расследования приводят другие данные. Уполномоченная по правам человека в Ульяновской области лично пообщалась со школьником в СИЗО. Вывод один. Подростка и всю семью необходимо было ставить на учет после первых тревожных звонков. Как ребенок два года учился в школе и никто этого не замечал, для меня вот вообще непонятно. Там даже вот, ну я не знаю, достаточно пяти минут. Общение и все. Хотя я не педагог, у меня там нет психологического образования, я юрист. В 81-й школе учатся более 900 ребят и на всех один психолог. Этого недостаточно. Еще в прошлом году после проверки учебного заведения обязали число штатных психологов увеличить до трех. Я предлагаю вывести штат, единицу штатную психолога вообще из школы, чтобы это был центр, чтобы это был центр квалифицированный, чтобы психолог не боялся понизить рейтинг школы. Какие-то у нас сейчас есть независимые экспертизы, что если там ребенок стоит на каком-то учете или там какие-то данные, оно понижает и не надо ничего говорить, не надо никому рассказать. То есть вот это вообще непонятная ситуация. Мы гонимся за рейтингом или мы спасаем детей? Не доработали, не досмотрели, пока соблюдали все законы и правила. Вот вывод заседания общественной палаты в Ульяновской области. Теперь 81-я школа под пристальным вниманием правоохранительных органов, психологов и общественности. Понятно, что не навсегда, но кажется, что надолго. Марина Тимофеева, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Отцы молодцы. В середине февраля в Заволжском районе Ульяновска прошел форум ПАП, на котором участники Совета отцов решили взять под свой контроль обеспечение горячим питанием школьников с 1 по 4 классы, о котором в своем послании говорил президент Владимир Путин. До Международного дня отца еще далеко, поэтому в преддверии 8 марта в программе «Работа» мы поговорили с заместителем председателя Совета отцов Ульяновской области Эдгаром Краскаусом. Можно говорить о материалах, можно о бабушке, но отец есть отец. То есть все равно утрачена некая стержневая жила, когда говорят, что мужики уже пошли, не те, да, и все такое. Есть бытуе такое мнение, имеется в виду не в том ключе, а имеется в виду неответственное. Я вот про что, именно про ответственность отцов. И мы вот в этом ключе хотим позиционировать имеется в виду отцов, чтобы все-таки отцы должны объединяться, отцы должны в первую очередь быть ответственны за своих детей, матерей в первую очередь, да, и жен. Да, поэтому мы вот это несем, да, что все-таки отец глава семьи, отец это главный царь. Отец это, ну вот, та стена в семье, за которой стоят, ну скажем так, те домочадцы, которые в этой семье есть. Напомни, за скольких детей ты несешь сам ответственность? За троих. За троих? За троих, да. Пять, три и год. Подробнее о работе Совета отцов Ульяновской области, о роли отца в воспитании детей и об ответственности Эдгар Красаускас расскажет в одном из ближайших выпусков программы «Работа» на телеканалах «Репортер 73» и «ОТР». К другим темам. Количество фейков в сфере атомной энергетики в последнее время переходит за все границы. Очередная тема для слухов – строительство нового хранилища радиационных отходов в Димитровграде. В Ульяновск прибыл председатель национального оператора по обращению с радиоактивными отходами. Главная цель – рассказать, объяснить и просветить, что работы на НИАР полностью безопасны. Подробности в материале Максима Бажанова. Без повода и оснований для дестабилизации обстановки и набора просмотров и лайков. Вот для чего распространяются различного рода слухи. Они же, говоря на современном сленге, фейки. Одна из популярнейших в сфере для таких новостей сегодня – атомная энергетика. Причина – отсутствие профильных знаний у населения. Это связано с двумя причинами. С желанием где-то похайпить на тех вопросах, которые редко бывают понятны, простому бывать. Нужно иметь определенный уровень знаний, экспертизы. И вот оказывается, что вот эти вещи, которые играют на страхах людей, на боязнях людей, вот эти новости, они всегда очень рейтинговые. Страшные заголовки и монтаж видео – оружие для манипуляций людьми в интернете. Пример. Фейковая новость про взрыв на Демитровградском НИАР за часы разлетелась по всему региону. Пост в социальных сетях вызвал вспышку паники. Как бороться с такими злоумышленниками и более не подать на их удочку, рассказать подробности. Просвещение людей, которые способны воспринять эту информацию. Каких-то людей, которые близки к науке. То есть надо рассказывать о сути тех процессов, которые, а может быть, и не близки к науке, но являются авторитетными людьми в той или иной области. И рассказывают прежде всего им. А они уже дальше будут рассказывать, и их авторитет – это то, на чем можно основываться для работы с такими фейками. Сегодня территория института рассматривается под строительство постоянного хранилища для радиоотходов 3-4 классов. Существующая временная имеет две степени защиты. Новая – семь барьеров для радиации. Надо создавать такие хранилища, в которых будет такое количество барьеров безопасности, чтобы мы просто наблюдали эти хранилища. И они обеспечивали, исключали возможность попадания этих радиоуклидов в окружающую среду. Новые хранилища разместят под землей. Это дополнительная безопасность в наших сейсмоусловиях. Землетрясения в положье – событие крайне маловероятное. Сюда попадут только отходы НИАР. Максим Бажанов, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Ульяновск в ожидании выставки форума сделано в Ульяновской области. 45 местных предпринимателей представят там свои товары и услуги. По традиции, площадки форума позволят наладить бизнес-связи, установить сотрудничество с крупными инвест-проектами и компаниями. Продвижение ульяновской продукции в широком смысле на всероссийский и международный уровень – главная задача предстоящего мероприятия. Держим руку на пульсе. Бизнесу в регионе зеленый свет. В режиме нон-стоп возникающие вопросы озвучиваются перед руководством области. Совместными усилиями ищутся пути их решения. В начале этой недели с представителями предпринимательской общественности губернатор Сергей Морозов встретился в Радищевском районе. Завод по производству гидроаппаратуры – один из градообразующих в Радищевском районе – открылся в начале 80-х. Сегодня у предприятия хороший потенциал. К настоящему времени очень много аналогичных по стране работу свернули, а продукция, как и раньше, пользуется спросом. У нас есть огромное желание, если, собственно, пойдем и 20, и больше, сколько раз, сколько миллионов лет дадим. Достаточно много финансовых ресурсов сегодня накоплено для поддержки предпринимателей. Необходимо, чтобы Радищевский район подтянулся вслед за соседями, где уже запущены успешные проекты. Это новые возможности для жителей, новые рабочие места. В области запускается несколько перспективных программ, которые позволят трудоустроить тысяч человек. Для сельских муниципалитетов очень редкие примеры, где не просто сохранено, но и идет достаточно развитие нарушения промышленного сектора. Здесь мы с вами присутствуем на предприятии. И, конечно, в рамках национального проекта очень важно нам вовлечение в предпринимательство новых людей. В числе собравшихся три женщины, недавно начавшие предпринимательскую деятельность. Для начинающих в регионе действуют хорошие меры поддержки. Кроме того, в сельских районах, каковым относится Радичевский, по нацпроекту бизнесмены на старте также получают льготные займы. Сохранить память о трудовых заслугах поможет звание. Ульяновск продолжает бороться со статус «Город трудовой доблести». Волонтеры запустили специальный сайт, чтобы одержать победу стало проще. Виртуальную экскурсию по интернет-ресурсу провел наш корреспондент Маргарита Матюшинская. С конца февраля сотни городов России стали участниками конкурса по присвоению звания «Город трудовой доблести». Ульяновск не стал исключением, ведь в годы войны каждый третий патрон, выпущенный из стрелкового оружия РККА, был произведен именно у нас. В области Шелешинели работало 26 ИВАК-госпиталей. У нас есть целые коллективы людей, которые, скажем так, давали победу во время Великой Отечественной войны на территории города Ульяновска. Поэтому мы, безусловно, поддержим этот закон, мы, безусловно, проголосуем за его, соответственно, реализацию и сразу же параллельно начинаем готовить документы на федеральный уровень, чтобы город Ульяновск номинировать на вот это высокое звание «Город трудовой доблести». Теперь добиваться победы куда проще. Ульяновские волонтеры запустили сайт, где можно голосовать за присвоение статуса. Подобные интернет-ресурсы также есть и у соседних регионов, претендующих на звания Нижний Новгород, Самара, Казань. Мы спрашиваем ту же самую информацию, которую спрашивали наши волонтеры на улицах. Это фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, номер телефона, e-mail для того, чтобы получать информационную рассылку и нажать просто одним кликом «Поддержать». Подробная информация нужна для комиссии, которая будет определять победителей. Главный критерий – честное голосование. Свой голос за присвоение нашему городу почетного звания уже отдали более 6 тысяч человек. Теперь проголосовать «за» можно не только письменно, но и дистанционно через сайт «заульяновск.рф». Для этого нужно на сайте заполнить форму контактных данных, ввести код, полученный через СМС, нажать «Поддержать». Сейчас вот мне придет как раз этот код. Все. Мой голос учтен. Голосование продлится до конца апреля, после чего определятся достойные города, чьи тыловые заслуги увековечат почетным званием. Маргарита Матюшинская, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Жители областной столицы приглашают участвовать в благотворительном сборе макулатуры. В городских библиотеках с 4 по 17 апреля откроются специальные пункты приема. Основное условие – макулатуру приносить без скрепок, пластиковых папок и файлов. В остальном – без ограничений. Газеты, журналы, архивы, тетради и другое. Переработка одной тонны макулатуры спасает 10 деревьев, экономит 20 тысяч литров воды и тысячи киловатт электроэнергии и предотвращает выброс 1700 килограммов углекислого газа. Далее – коротко о других важных событиях в Ульяновской области. Сергей Макаров – восьмиклассник из Новоспадского района, пострадавший в ДТП 29 февраля, проходит реабилитацию в Москве в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии. К сожалению, кисть руки, которую врачи восстанавливали в течение трех часов, так и не прижилась. Сейчас решается вопрос о протезировании. Совсем скоро Сергей возвратится на родину, где по завершении лечения хочет продолжить выступать за футбольный клуб «Нефтяник». Жители областной столицы приглашают пройти флюорографическое обследование. В городе стартует месячник борьбы с туберкулезом под девизом «Я прошел флюорографию, а ты». 13 марта передвижная установка будет работать у здания дома быта, кривой дом на Гончарова. Процедура бесплатная, результат выдается на руки. Более 9 миллиардов рублей вложат в модернизацию тепловой системы «Ульяновска» в течение ближайших 10 лет. Наибольшая сумма потребуется ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Котельным моторный завод и патронный завод. Немалые вложения нужны теплосетям. По словам исполняющего обязанности заместителя главы города Андрея Павлова, инвестиционный план позволит значительно повысить надежность снабжения теплом жилого фонда и объектов соцсферы. Десятки километров изношенных сетей удастся модернизировать за счет беспрецедентных вложений. 60% бездомных животных в Ульяновской области раньше имели хозяев. Почему четвероногие оказались на улице, и мы не в ответе за тех, кого приручили? Вопрос прежде всего к нам с вами. Решить ситуацию на уровне региональном призван федеральный закон за номером 498. Он действует уже два месяца, но в Ульяновске отрабатывать контракты начали только с середины февраля. Алгоритм сложился. Отлов, размещение в приюте, обязательная вакцинация и стерилизация. А дальше снова улица. Круг замкнется, но в наших силах этого не допустить. Татьяна Домоданова продолжит. Годовалая девочка из Карлинского. Совершенно здорова, привита и приветлива. Мы выехали туда с командой, с бригадой, и вот эти вот милые собачки попали в нам. Они все ручные, дружелюбные животные. У нас не было проблем с их отловом, они почти все подошли к нам к рукам. Хороший вариант для городских жителей взять, которые хотят взять собаку в квартиру. Они не крупные, они как раз-таки коротколапые собачки, которые пригодятся, которые дадут любовь пожилым людям. Новый федеральный закон гласит, после отлова и последующего двухнедельного пребывания в приюте, со всеми необходимыми мероприятиями, собаки возвращаются в окружающую среду. Закон официально вступил в силу с 1 января 2020 года, но реализуется в нашем регионе 17 февраля. За это время было отловлено 39 животных, и ни одно из них не оказалось агрессивным, как уверяют сотрудники приюта. Ну и пожалуйста, если вы увидели на улице животное, у которой имеется бирка, то есть такая метка на ушке, сейчас я покажу, как она выглядит. Вот видите, вот у этой черненькой собачки номер 111. Это значит, что животное прошло через все карантинные мероприятия, оно стерилизовано и может стать вам хорошим, надежным, верным другом. Моя красавица. Документы богат на инструкции, но беспристрастен в эмоциональном плане. Жизнь акценты смещает. Вы что, зайдите, что ли? А что платишь? Нас только нравится. Жалко собак. А у тебя дома есть? Нет. Ну, может быть, вот. Или родители не позволят. Муш выгонят. Я теперь хочу разобрать ее. Смотрите, как можно не взять такую собаку. Она же такая добрая, дружелюбная. Мне кажется, она заслуживает иметь хозяина, который будет ее любить. Пока посетители плачут, создатели приюта руководствуются трезвым расчетом. Слишком много нужд. Помощники-волонтеры, дополнительные вольеры, расширение и благоустройство в целом. Министерство лесного хозяйства поможет по древесине, то есть доски будут, потому что вольеры можно строить. В перспективе здесь должна появиться лаборатория. Мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы решить вопрос по территории, потому что территорию нужно заканивать. Европейский подход к безнадзорным животным о российские реалии пока не разбивается. Но достичь полноценного практического воплощения федерального закона можно лишь сообща. Власти, специалисты, неравнодушные граждане. Такое триединство поспособствует искоренению проблемы в принципе. Просьбы об отлове бродячих четвероногих принимаются по телефону 05. Самыми активными стали жители Братаевки и Карлинского, Заволжского и Засвияжского районов. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. Великая Отечественная война вывела понятие героизм на новый уровень. На передовой под ураганным огнем противника. Или в тылу по несколько дней, не смыкая глаз у станка. Неважно, где человек совершал подвиг. Ульяновск присоединился к всенародному историческому депозитарию «Лица Победы». Оцифровать фотографии и документы теперь можно в Ульяновском краеведческом музее. Василий Федорович во время войны был партизаном. Его партизанский отряд оборонялся в лесах Белоруссии. Он вернулся домой и в своем родном селе Тумкино, это Ульяновская область, он много раз приглашался в школу, где рассказывал детям о войне. Теперь очередь детей и внуков рассказывать историю своих родных. Фронтовиков, тыловиков, партизан. Тех, кто вернулся и тех, о чьем подвиге остались только обрывочные воспоминания. Они все достойны вечной памяти. Героизм был у каждого живущего. Просто каждый проявлял этот героизм на своем уровне, на своем месте. Один на фронте в окопах, другой здесь, в контексте в глубоком дыло Ульяновских. Не знать об этих подвигах. Это знать часть истории своей семьи, своей страны. История пополняется. Первыми внесли информацию о своих родственниках ульяновские школьники. Несколько десятков мальчишек и девчонок в краеведческом музее оцифровали фотографии своих бабушек и дедушек. Отсканировали документы и вспомнили историю, которая благодаря им навсегда останется в памяти. Она у меня была младше призывного возраста. Но она как бы у меня участник войны, Великой Отечественной. Она работала, понятное дело, в тылу, обеспечивали всем необходимым наши войска. Сам День Победы она встречала на Красной площади как раз. То есть рассказывала про эти ощущения и как видела вживую Сталина. То есть это очень интересно. И я очень горжусь этим, что у меня такая бабушка. По оценкам организаторов, депозитарий может объединить в себе 150 миллионов человек. А это практически все население Советского Союза, которое насчитывало на начало войны 198 миллионов. Ульяновская футбольная «Волга» продолжает подготовку к возобновлению сезона. Делают это подопечные Рената Аитова на южных сборах в Краснодарском крае. Кроме тренировок, ульяновцы проведут ряд контрольных матчей. В первом волжане со счетом 2-1 переиграли новороссийский «Черноморец». Подробности второй и третьей игры расскажем далее. Второй матч краснодарских сборов ульяновские футболисты провели против Пятигорского «Машука», выступающего в зоне юг первенства ПФЛ. «Волга», несмотря на разницу в классе между командами, с первых минут завладела инициативой на поле. Но дальше развить успех не удалось. Мяч упорно не шел в ворота. Соперник же, выбрав выжидательную тактику, добился успеха, дважды воспользовавшись ошибками волжан. Итоговый счет 0-2 не в пользу «Желто-Черных». Есть вопросы к некоторым игрокам. Да, мы сегодня произвели замены кое-какие, молодежь играла и все прочее. Но это не говорит, что они на этом уровне не должны играть до конца и надежно. Поэтому будем делать выводы на то и сборы, чтобы проверить всех и уже прийти к чемпионату в том составе, в котором уже мы будем играть надежно. Замены, перетасовки состава, просмотр новичков и большее игровое время для молодых футболистов – обязательные составляющие контрольных матчей. Третья игра против Волгоградского ротора для подопечных Рената Аитова на южных сборах завершилась нулевой ничьей. 90 минут не хватило командам для того, чтобы выявить лучшего в этой встрече. Учиться на своих ошибках во время официальных игр чемпионата – слишком дорогое удовольствие для ульяновских футболистов. Поэтому все возможные моменты тренерский штаб готов решить во время игр контрольных, чтобы к возобновлению чемпионата «Волга» подошла во всеоружие. Набираем водителей категории «Е» с опытом на еврофуры. 5 рублей километр плюс 700 рублей суточные. Телефон 8-952-040-22-14. Эрозия, инфекции, боль, бесплодие. Хватит маяться, мы вернем вам женское здоровье. Только до конца месяца. Дотальные скидки в «Эскласс Клиник». Пройдите комплексное обследование у врача-гинеколога всего за 350 рублей. Плюс УЗИ со скидкой 50%. «Эскласс Клиник». Звоните 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. 44-69-69. Только со 2 по 8 марта приглашаем вас на ярмарку белорусских и российских производителей. Верхняя одежда, обувь, нижнее и постельное белье. Продукты из Белоруссии в большом ассортименте. А также многое другое. Ждем вас с 9 до 19 по адресу. Ульяновск, улица Рябикова, 106А. Магнит семейный. В вашем доме не звучит детский смех. Помощь рядом. Альянс Клиник. Клиника репродуктивного здоровья с лабораторией ЭКО. ЭКО по ОМС. Бесплатно, без очереди. Сделайте шаг к рождению новой жизни вместе с Альянсом. Звоните 76-02-04. В завершении телефон рекламного отдела 30-41-73. Рекламные ролики, сюжеты, объявления, бегущая строка. Звоните 30-41-73. И вы в эфире репортера 73. Делайте новости вместе с нами. Звоните 30-40-73. Читайте и смотрите онлайн. Тройной W.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин